Я начну с каких-то вопросов по темам, которые, мне кажется, всем нам интересны. Ну, естественно, если у вас есть какие-то свои вопросы, то давайте, так сказать, вступайте. И, я думаю, постараемся, так сказать, чтобы получилась интересная дискуссия. И у меня в связи с этим вопрос. Вот с точки зрения внутренней политики, ну и в том числе и внутренняя политика взгляд вовне, вот как бы какую идею мы хотим транслировать, ну, прежде всего, сформулировать для себя, да, для граждан нашей страны. И если вот эта идея, которую мы для себя сформулируем, привлекательная, можем ее транслировать вовне или вовне у нас какая-то должна быть, не знаю, другая идея. Вот тут как бы порассуждать на тему идеологии. Всех приветствую. Большое спасибо за приглашение. Вопрос идеологии, конечно, самый сложный. Конечно, без нее ничего не происходит. И даже если там в Конституции или где бы то ни было записано, что никакой идеологии нет, она, конечно, есть, она зашита и в саму Конституцию. Так или иначе, разные идеологии мы блуждают по разным кабинетам. Я позволю себе на две части разделить этот вопрос, потому что одно дело то, что происходит в кабинетах власти. Ну, я продолжаю даже, как бы, и работая в Госдуме, все равно сотрудничать с администрацией президента. Одно дело, что там происходит и как там это все видится. И другое дело, ну, как бы, мое мнение по поводу того, что, какие элементы есть в идеологии и какие перспективы у нас здесь могут быть. В кабинетах целостной концепции нет. Понятно, что есть представители разных идеологических, так сказать, блоков. Да, есть люди, которые до сих пор остаются либералами и прекрасно на должностях своих работают. Есть люди там с более-менее левыми какими-то взглядами, даже слегка. Есть, конечно, большое количество консерваторов, причем в самых разных изводах этого консерватизма. Вот. Есть там евразийцы, есть, значит, православные люди, есть, соответственно, и неправославные, и совершенно других там конфессий и прочих представителей. Они, конечно, в общении своем стараются использовать нечто такое обрезанное со всех углов остров. И Россия – это страна, мы все ее граждане, нам здесь жить, нам нужно инвестировать сюда, нам нужно поддерживать там собственную экономику, собственную политику, отстаивать свои интересы, свои традиционные ценности, пусть они состоят из разных народов, а это хорошо, потому что это дает большой культурный, так сказать, широкий такой генотип, да, такой генный набор, да, модификации различных, которые нам будут помогать в разные времена. Бороться нужно с тем, что уезжают люди, скажем так, из страны, да, молодежь. Бороться нужно с тем, что потечки капиталов существуют, что они инвестируются здесь, да. Вот примерно то, вокруг чего все ходит в этих самых кабинетах, да. И максимум, что можно здесь сказать, это такая общая интеграционная схема, которую Путин заявлял, и, в общем, она тоже уже и прописывается, что мы признаем всю нашу историю. Не как белоквардейцы, которые признают только Российскую империю, не как красные, которые признают только Советский Союз и считают его вершиной цивилизации России. Не так, как там еще какие-то люди, условно говоря, какие-нибудь неоязычники, которые там еще с каких-то времен признают. Да, но признаем вот все, да, все это наше, и такая вот Россия, это такая пирамида большая, не пирамида, а матерешка, где есть сверху слой современной России, под ним следующая матерешка Советский Союз, под ним Российская империя, под ним, значит, русское царство, которое, конечно, там базировалось, скажем так, и до Никоньянские были там, ну, православие, скажем так, до Никоньянское. И, в общем-то, даже можно сказать, что где-то под этим всем есть еще и большой пласт, который никуда не деть, потому что сейчас, собственно, современная наука показывает, что история России много тысяч лет, да, просто она не писанная, она забытая, ее нужно реконструировать, и мы-то постоим в самом начале этого пути. Вот. Как это все будет делаться? Да, есть масса археологических находок, все это находки последних, там, 70 лет, скажем так, и это все еще подлежит осмыслению, а если брать там данные палеогенетики, то это вообще то, что сделано в последние 20 лет. И данные, конечно, недостаточно для того, чтобы там какую-то большую целостную картину рисовать. Вот. Но, по крайней мере, понятно, что здесь были люди, была жизнь, так сказать, она била ключом, да, и, в общем-то, образцы культуры, ну, скажем, синхронные, если мы возьмем, там, пятый век до нашей эры какой-нибудь, и возьмем, скажем, какие-то образцы, там, бронзы, там, или еще что-то, да, которые находят в Сибири, там, в курганах и так далее, они по своему, там, культурному значению, по мастерству и так далее, ну, ничуть не уступают, там, микенским каким-нибудь образцам или еще каким-то, то есть, потому что цивилизация была абсолютно культурная, не то, что там обезьяны какие-то бегали. Вопрос, кому это, там, принадлежало, да, там, скифом, там, каким-то, еще там кому-то, или вот непосредственным предкам наших людей и так далее. Ну, в общем, над этим дискуссии какие-то ведутся тоже по этому поводу. И, в общем-то, пожалуй, все, потому что какой-то агрессивной трансляции на Запад этого нет, ну, и понятно, почему, потому что, когда, так, грубо говоря, ты говоришь, мы вот за себя, да, сами за себя, мы хорошие, мы патриоты, мы всего, ну, а кому-то другому, что с этого, да. Ну, почему француз-то это должен любить или там еще кто-то. Ну, может, уважать в лучшем случае, но это, как бы, не его такая история. Вот. Ты говоришь о собственных интересах, прекрасно, у меня есть тоже интерес. Это поле договоренности, конфликтов, но это не то, что заражает, там, весь мир, как это делал марксизм, как это делало христианство. Вот. Поэтому, ну, или либерализм, там, тот же самый, да. Поэтому они, мы не находим вот этого внешнего применения этой идеологии. В лучшем случае, что сейчас говорится, что Россия, это вот такой, да, тот, кто противостоит хищническим устремлениям, там, Запада, там, мирового капитала, не дает Америке, там, и Западу вести себя совсем уж беспредельно, там, защищает суверенитет, там, отдельных государств, которые подверглись каким-то нападкам. И в этом смысле, да, ребят, пойдите все к нам, потому что мы вас защитим. Мы единственный полюс, ну, или вместе с Китаем полюс какой-то, да, который может вас, там, защитить в случае чего, вот, как защитили Асада, или защитили Мадуро, или, там, защитили Лукашенко, теперь, вот, Казахстан, там, можно добавить сюда же. Вот, единственная, наверное, единственная причина, почему с нами нужно, там, как-то союзничать, дружить и так далее. Вот, это вот то, что там происходит, и это, на мой взгляд, ну, не совсем интересно, не совсем то, что ждут от нас и граждане, и так далее. Вот, если мое мнение спрашивать, где перспективы создания такой идеологии, то, конечно, идеология, это такая, все равно, большая такая проекция на время должна быть. Все равно мы должны выстраивать эту идентичность с учетом истории прошлого, настоящего и будущего. Вот мы должны в этой идеологии прописать все-таки эти моменты. как мы видим это самое будущее, куда мы вообще идем, какой мир будет через какое-то время, да, какое у нас было прошлое, как мы к этому всему шли, да, и, соответственно, из этого, там, настоящее, оно будет немножко автоматически даже вытекать, потому что, когда, там, прошлое какое-то или будущее нарисовано уже, настоящее, оно, там, для него слишком мало вариантов, куда потом от него можно двинуться. Если, конечно, не считать, там, будущее вариативным. Но идеология, она, наверное, такое не предполагает. Она должна все-таки располагать, так, некий идеал, за который мы агитируем, в который мы инвестируем. Вот. Что здесь можно нарисовать? Да, я бы, конечно, развивал тему древней истории России. Я этим сам активно занимаюсь и книжки по этому поводу пишу. Вот. Потому что, на мой взгляд, действительно, это, с одной стороны, вселяет гордость в наших граждан, с другой стороны, это позволяет выйти на некие общие смыслы. Если действительно, раньше это было предположение, на мой взгляд, теперь это уже не предположение, особенно после генетических исследований и прочее, что здесь была некая цивилизация, порядка, там, четырех тысяч лет до нашей эры, да, ну, вот Аркаим, свидетельство ее, например, которая агрессивно, ну, используя свои преимущества, прежде всего, там, собственно, изобрели колесницу, самые древние колесницы там на полице, двинулась во все стороны по периметру, и стояла у истоков и китайской государственности, правда, не создала китайскую культуру, но государственность, да, индийскую цивилизацию, иранскую цивилизацию, ну, собственно, авистийскую, зарастрийскую, дошла до Малайзии и привожила, так сказать, и остались там определенные на Ближнем Востоке, так сказать, следы этой цивилизации, и Древнюю Грецию, Рим, Европу и так далее, то есть все это наши дети или постароды, уж не знаю, кто они там, да, то мы, как бы, корень, да, такой вот, из которого вообще все, так сказать, пошло, да, вот, соответственно, нет противоречия, между Востоком и Западом, между нами и Западом, между, там, Индией и Америкой, Китаем, там, еще кем-то, да, все наши дети, так сказать, приходите все сюда, значит, мы ваши, от нас все это произошло. Можно, конечно, сказать, что это было давно, и все это утрачено там, но на самом деле много что сохранилось и в фольклоре, и в языке, естественно, в нашем великом русском, и во многих других вещах, да, все это можно раскапывать. И слава богу, когда фольклор был жив, когда деревня еще не была уничтожена, наши, значит, ученые, фольклористы, они собирали этот фольклор. Одному Афанасьеву достаточно памятник поставили, то, что он сделал в 19 веке, и он был не один, вот, кто этим занимался. Вот, соответственно, мы здесь не какая-то особая такая маленькая штука, да, ведь здесь на что замах, понимаете? Вот мы в школе все проходили историю, да, как у нас история рассказывалась? Была Древняя Греция, потом, значит, Древний Рим, потом христианство, там, Средние века, Новое Время и так далее, да. Причем Древняя Греция-то появилась внезапно. Сама Европа мыслила себя, как происходящее от Рима. Грецию никто не помнит. Грецию открыли, переоткрыли, сначала в эпоху Ренессанса слегка, а потом, так сказать, немцы постарались сделать, ну, им же по сравнению с романскими народами, которые себя мыслят наследниками Рима, как-то немецким народам немножко хочется тоже быть более серьезными наследниками. Они поэтому очень вложились в Грецию, и немцы, немецкие философы, как бы, вот, поработали над тем, чтобы показать, что все-таки западная цивилизация из Греции. А я сейчас занимаюсь тем, что я пишу книжки и статьи, они публикуются в научных журналах, где показывают, что агреческая цивилизация, она с северо-востока пришла, да, и что все греческие философы и мудрецы, так сказать, они пришли с севера, и это даже по их биографическим данным известно. Поэтому историю нужно по-другому рассказывать всему миру, что, вообще-то говоря, вот она отсюда пришла, с Евразии и так далее. Интересно, интересно, да. И, я говорю, это и гордость селяет, и, с другой стороны, как бы дает почву для объединения и неконфликтного некого такого отношения. Тем более, что факты эти будут накапливаться. С будущим сложнее. Как его видеть, что будет, значит, потом, да, вот, как хотя бы ближайшие сто лет, к какому миру мы движемся. И какой бы мир мы хотели, чтобы был. Здесь единственное, что я могу сказать, да, история немножко рифмуется, и, на мой взгляд, не бывает ничего, ну, что называется, там, на пустом месте. Или, если бывает, то оно бывает, как некий эпифеномен, который то вспыхивает, то исчезает. Ну, вот, никогда не было Украины как государства. Да, она там получила сейчас некую условную государственность. Всегда было дикое поле. Ну, и сейчас там, по сути дела, дикое поле, и оно исчезнет, и превратится опять в дикое поле. А там, где всегда были великие цивилизации, там они и останутся. И если на протяжении всего, во всей истории, практически, человечество Китай был, ну, скажем, там, основным, практически, производителем ВВП, там, мирового, то, конечно, мог уступить это время там, западу тому же самому, еще что-то. Но он возвращается туда, где он, собственно, должен был быть. Равно как никуда не денется Индия, и никуда не денемся мы. Вот. А вот другие границы, которые всегда делились, проходили, там, и так далее, они будут, конечно, очень серьезно меняться. Поэтому я верю, да, в перспективы, там, того же, этого БИКСа, или, значит, тех стран, которые сейчас, там, вот, круг Шанхаевской организации сотрудничества и так далее, крутятся. И вот этого восточного или евразийского вектора. Считаю, что, да, мир, как бы, будет перемещаться туда, и направление в эту сторону, оно, правильно. А в перспективы Европы и Америки я не верю. Поэтому, соответственно, если уже теперь настоящее остается, то все те, скажем так, действия нашего правительства или еще кого-то, которые направлены на укрепление этого евразийского вектора, я, естественно, их приветствую. А те действия, которые направлены на то, чтобы, скажем, его забыть, этот вектор, да, или пренебрегать им, я, конечно, подвергаю критике. Вот такая вот, как бы, историческая вещь. Ну, вы говорите, там, конечно, в идеологии ценности должны быть там и прочие-прочие вещи, но они вот опять проистекают из... Если мы будем смотреть вот в этот корень такой генетический, то мы обнаружим там, мне кажется, очень много общего и между разными религиями и так далее, философскими системами и ценностными системами. Причем я это, как бы, хочу, ну, как бы, стараюсь эту реконструкцию произвести не в смысле, как сейчас это делается, когда мы берем несколько каких-то вещей и отвлекаем то, что у них есть общее. Я, как бы, иду вниз, наоборот, как бы, к корню и стараюсь посмотреть, как разные ветки выросли из какого-то общего семени. Но это, мне кажется, нормальная дискуссия, которая может привлечь там и ученых, и культурологов, и, в общем, интеллектуальную элиту самых разных стран мира, что, собственно, и требуется, чтобы элита, как бы, вела такие дискуссии, а не враждовала и не придумывала какие-то там конструкты, как у мукраинцев придумывают, значит, враждебные, да. Вот как-то так. Понятно, спасибо. Вот, ну, я понимаю, что то, что, так сказать, ответ, он подразумевает, наверное, у вас там множество дополнительных вопросов, но я бы предложил их отложить и вот позволить мне продолжить никакому, так сказать, повествованию, ну, и вопросов. Вот, ну, как бы, концепцию идеологии обрисовали, вот, с точки зрения ее воплощения в жизнь. Вот, ну, в советское время у нас, как бы, идеология, у нас была специально для этого, так сказать, специальная структура, там, идеологический, идеологический отдел КПСС, которая была вертикальна, местах, и, то есть, была вот некая вертикаль, иерархическая, вписанная в структуру управления государством, которая, как бы, отвечала за то, что месседж, как бы, ну, там, англоязычный, извините, формулировался, транслировался, ну, и, в общем, как бы, был некий механизм того, что, вот, в случае неисполнения этого месседжера наступали некие, ну, как говорится, кнутопряники. У нас такой структуры, в принципе, не существует, да, и отчасти, мне кажется, что, вот, проблема с формулированием идеологии, в чем она состоит, там, национальной идее, она связана с тем, что это, как бы, вот, одна из, так, прерогатив, которая, по которой ждут некого, там, не знаю, мнения решения первого лица. Вот, и в связи с этим вопрос, то есть, нужно ли попытаться вернуться, вот, к практике, скажем, институциональной, институциональной, анализации, вот, направлении идеологии, то есть, ее формулирование, трансляции, ну, в виде какой-то, там, не знаю, там, министерства информации, там, назовем это условно. Вот, то есть, вот, как-то, каким образом это должно, вот, поддерживаться на практическом уровне? Или это не должно поддерживаться, должно быть неким таким вот самотеком? Нет, нет, это поддерживается и сейчас, да, нет института под названием, там, министерства информации, но есть ряд институтов, которые все равно так или иначе этим занимаются. Ну, есть, например, управление по общественным проектам в администрации, которые ведут общественные проекты, то есть, занимаются всеми нашими общественными движениями, МКО и прочим-прочим. Естественно, и в ручном режиме, и в виде каких-то концепций, записок и прочего, они четко отсекают, с кем они работают и с кем они не работают. Если есть фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив и так далее, но мы же все не наивные люди, мы понимаем, что гранты выдаются кому нужно. Понятно, что там есть экспертные, но там заложены определенные критерии. Опять же, подбор сам экспертов таков, что люди будут выбирать в ту или иную сторону, ну, грубо говоря, не имеют шансов какой-нибудь фонд борьбы с коррупцией получить грант. В принципе, их не имеют. Или еще кто-то похожий. Зато масса добровольческих каких-то объединений, патриотических, каких-то поисковиков и тому подобных будет получать. Каждый раз есть какая-то установка в каждом году или в каждом сезоне, в какую сторону двигать. Если мы, допустим, в этом году стараемся молодых ученых поддержать, в прошлом году, там, это был год юбилейный для Победы, да, там, соответственно, вокруг фальсификации истории что-то крутилось, да, потом еще что-то. То есть даются установки. Минкульт там, соответственно, дает какие-то установки, еще кто-то. Ну, и понятно, что там телеканалы, не в том смысле, что кто-то там за ними стоит и каждый день им там дают какие-то надсмотрочки, но там тоже, соответственно, есть какое-то подобие неформализованной цензуры, когда, значит, какие-то люди появляются и какие-то люди там не появляются. Что-то там может прозвучать, а что-то там не может прозвучать. И понятно, что это заметно, да. Вот. Поэтому осуществляются эти вещи. Какие-то из них уже получили какое-то законодательное оформление. Вот поправки в Конституцию приняты. Мы там уже говорим о семье, да, видим, как законы принимаются, поддержку семьи, традиционные ценности, традиционные религии. И множество-множество вещей, которые мы можем там уже развивать, и они уже становятся законами, в конце концов, да. Вот. Конечно, можно развивать и дальше. То есть вот я заместитель председателя комитета по информационной политике в Думе, и там, конечно, мы там рассматриваем все темы, связанные с суверанизацией интернета. Чтобы не было, вот, скажем, у нас интернет-пространства, проходным двором, где каждый сеет свои фейки, там все, что хочет, делает, да. Поэтому постоянно там придумываем какие-то вещи, которые можно, скажем, там, оградить людей там от какого-то токсичного контента, да. Понятно, что есть еще идеи более жесткие, там, например, сделать какие-то общественные комитеты, которые бы отсматривали, там, например, фильмы, на которые выделялись государственные деньги. Чтобы не просто авторский продукт, да, но если тебе государство платит, там, режиссер, берет какой-то грант, фонд кино, ну, почему государство не имеет права приемную комиссию создать и посмотреть, а что ты там наснимал? Вот. Ну, и вот в таком режиме, собственно, постепенно это развивается. То есть такие институции есть. Нужно ли их ужесточать? Насколько я понимаю, у президента отрицательное мнение по этому вопросу, в смысле формализовать, да, создать какое-то министерство, там, информационной политики или министерство идеологии, там, или еще что-то такое. То есть он какие-то вещи любит прятать. Он же у нас, ну, нет никакого происхождения, да, не выставляет все на показ, да. Пусть вот лучше кто-то, там, под названием, там, какое-нибудь, там, управление по управлению каким-нибудь управлением, да, там, втихаря имеет такую функцию, которая этим занимается. Вот. А не называть, там, вещи, там, какими-то своими именами. Ну, конечно, это все вот осуществляется. Ну, то есть, если резюмировать, то, как бы, наверное, можно сказать так, что это все реализуется, судя по тому, что никаких кардинальных перемен не планируется и не обсуждается, а обсуждается исключительно тонкая настройка, то, видимо, оценивается, что как это реализуется, это реализуется, ну, разумно, достаточно эффективно. Просто если бы считалось, что это неэффективно, тогда, наверное, было бы потребность каких-то более таких радикальных изменений. Ну, да, в общем, есть, отслеживаются какие-то цифры, там, Кириенко любит KPI, и он все время, там, смотрит, а сколько там у нас добровольцев появилось, да, потому что это тема, которую очень, ну, развивают они. Сколько у нас, там, задействовано в тех или иных проектах, да, видят, что цифры не дутые, да, они их проверяют, видят, что они, там, что-то охватывают, да, и что, в принципе, это вызывает поддержку, там, у молодежи. Смотрят на цифры, там, в интернете того же самого контента, значит, кто что смотрит, кто что лайкает, кто как оценивает, тоже, соответственно, для себя делают определенные выводы. Лайки и добровольцы. Продолжая, так сказать, вот тему идеологии, и немножко более конкретизируя, так сказать, в виде некой вот ролевой модели, вот подмечено, что Советский Союз, ну, и на самом деле Российская империя, она очень много сделала для тех, кто входил в сферу их интересов и был частью их территории, там, начиная от, просто сумасшедших финансовых вложений, Сергей Александрович озвучивал оценку, что, по-моему, 40% ВВП РСФР тратилось на вот эту поддержку, кончая просто, ну, помимо финансовых вложений, были еще существенные вложения, так сказать, интеллектуальные, культурные, технологические, вот. Но при этом, если так вот, опять же, резюмировать, то, ну, практически никто нам за это не благодарен. Никто. Вот. И возникает вопрос, а почему? И вообще является это правильной моделью, да, вот, когда ты всем помогаешь, ну, реально помогаешь, там, тому же Афганистану, да, вот. Вот, а, как бы, благодарности, благодарности нет. И вот гипотеза, почему нет благодарности, потому что мы исторически транслировали непривлекательную ролевую модель. То есть, да, мы тратили деньги, но при этом, когда люди смотрели на Советский Союз, они не хотели жить так, как жил в Советском Союзе. И я так понимаю, что неуверенно хотели жить люди, как жила Российская империя. Хотя, на самом деле, судя по тому количеству иностранцев, которые жили, ну, и русифицировалось, видимо, достаточно приличное было число людей, которые хотели жить, как в Российской империи, и жили в ней. Вот, но, как бы, наша текущая модель, как бы, ну, это известный аргумент, если посмотреть на большие миграционные потоки, то мы знаем, как бы, кто к нам едет. Вот, поэтому возникает вопрос. Вот, мы, как бы, да, сформулировали для себя вот эти ценности, но эти ценности, и эта ролевая модель, она, ну, по крайней мере, не является привлекательной. Вот, нужно ли нам поступать, как, не знаю, англичане или американцы, да, формулировать, не знаю, назовем это русскую мечту, которая бы стала, так сказать, привлекательной для других? Или не нужно? Ну, смотрите, вы такие жесткие, конечно, оценки дали. Конечно, тратили мы много, и тратили очень много, действительно, впустую, и были всевозможные жулики, там, в африканских и в акиноамериканских странах, которые обманывали во полной программе, да, там, заявляли себя коммунистами, тут же ходили налево к тем же американцам, там, и прочее. Но какие-то закладки остались, и на этих закладках мы сейчас что-то можем устраивать. Все равно помнят Египет, там, и Суанскую плотину, и даже Афганистан помнит многое из того, что сделали. Русские симпатии многих сохранились. Это мне рассказывали люди, которые там были в командировках журналистских, они сами с удивлением большим обнаружили, они очень боялись, что после афганской войны там всех этих, что там к власти пришли вот эти страшные товарищи, значит, это было еще в начале нулевых, когда они там были, что такое антироссийское настроение обнаружилось абсолютно противоположно. И где-то, да, где-то благодарны и прочее. И если бы Советский Союз выиграл историческую гонку, да, такую-то, то мы бы сказали, да нет, мы все правильно делали, ну вот как бы все инвестиции были правильно сделаны. Но случилось то, что случилось. У нас есть там какие-то вот эти вот островки возможностей. Но что касается привлекательности, да, ну на самом деле иностранцев просто в России мало. Если бы они сюда приезжали, многие бы и хотели здесь жить. Вот этот взрыв, который был после чемпионата мира по футболу, когда они приезжали, это те же самые латиноамериканцы и прочие, когда видели вот эту Москву, конечно, они ничего подобного у себя не видели. И они просто не представляли даже близко. Да что говорить про латиноамериканцев? У нас Украина не представляет, что из себя представляет Россия. Они же реально живут фейками. Я подписан на ряд украинских и молдавских групп. И то, что там постоянно, ну их ведут американцы, естественно, то, что там печатаются, значит, тут какие-то грязные заборы, там улицы, роющиеся бабушки в помойках. Это им рассказывается про то, какая Россия, вот это русский мир, посмотрите, вы разве туда хотите и прочее. Никто же из там, даже киевлян там и более-менее богатых людей, там, они не были в той же Москве уже много-много лет, по 10, по 15. Если кто-то и был, то помнят еще Лужковскую Москву. Вот, поэтому история такая здесь. Дай только покажи, да. На самом деле, те, кто здесь побывал, многие остаются. У меня вот тут пост недавно был размещен. Кто-то пишет там из Переславля-Залесского. Подмосковный наш город, наверное, многие из вас были, да. Ну, как подмосковный, недалеко, да, там 120 километров. Там перечисляются семьи иностранцев, австрийцев, швейцарцев, французов, немцев и так далее, американцев, естественно, которые там живут, которые последние годы переехали туда на поселение. Так там десятки. И это все последние годы идет такая миграция маленькая. Понятно, что это Переславль-Залесский, это привилегированная вещь, это золотое кольцо. Понятно, что мы не можем говорить о десятках тысяч, там, и тем более, там, каких-то сотнях тысяч мигрантов. Но на меня выходит он в Фейсбуке, говорит, вы, депутат Госдумы, сделайте что-нибудь там. Половина немцев хочет вернуться из Германии, ну, русских немцев, которые эмигрировали туда. Хочет вернуться обратно в Россию. Им не дают у них. Они попали сейчас в ситуацию, когда они как обычные немцы. А они же русские немцы. Они же просто отказались от гражданства и прочее. Сделайте им упрощенный режим, они все вернутся. То есть, ну, я говорю, ладно, интересный запрос. Будем, значит, там где-то обсуждать и буду иметь это в виду. Вот. Ну, то есть, на самом деле, привлекательное сесть. И главное, что тогда помогло Америке, и что сейчас помогает нам, но не помогает Америке. Мы немножко поменялись местами. Те вещи, которые тогда транслитровала Америка, они были близки к здравому смыслу, как раз традиционным ценностям, консерватизму и так далее. Вот у тебя есть жена, у тебя есть дом, у тебя есть работа, у тебя есть бизнес, еще что-то, да. А что предлагают красные? Они предлагают все обобществить. У них, значит, там командная административная система и так далее. И ты, когда это все слушаешь, ты как нормальный человек в любой стране, где бы ты ни жил, ты скажешь, ну да, что-то красные предлагают, слишком, может, да, там не то, да. А теперь ситуация прямо противоположная. Что предлагает Россия? Мы предлагаем традиционные ценности, семья, значит, государство, значит, вера и так далее, и так далее. А что предлагает Америка? Гей-браки, значит, разрушение там всевозможных семей, да, рассказывание детям, значит, там, половое воспитание с 4-5 лет и прочее. То есть мы полностью поменялись местами, и это залог того, что мы, ну, как сказать, победим в этой исторической, идеологической борьбе. Сколько бы они, они умеют, конечно, хорошо работать вот этой самой мягкой силой, да, здесь, ну, столетняя, многостолетняя школа у англичан в этом вопросе. Вот, я сейчас на ютубе вот у себя на канале записываю лекции про, так сказать, борьбу о России и Англии, такие популярные. Уже три штуки записал, и там все их эти вот придумки и всякие хитрости рассказывают. Так вот, не поможет им это все. Вот эта мощная база консервативных ценностей, она все равно победит. И чем больше они будут давить со своими, значит, либертарианскими ценностями, тем больше реакцию они будут вызывать, и больше симпатии будет получать Россия. Нам просто этот флаг нужно посильнее поднимать. Когда Путин его поднимает, сразу всплеск возникает, и симпатии, и всего. Ну, как-то он робко его вот все время поднимает. Потому что на самом деле это то, что понятно всем абсолютно. Разговор о национальных интересах, ну, я говорю, он не дает общую почву. У каждого разные интересы. А когда разговор о ценностях, и вот в том числе о традиционных, это нас может объединять с большинством в мире. Именно большинством. Поэтому на этом этапе можно, мне кажется, вот пользоваться этим преимуществом и усиленно, так сказать, привлекать к себе людей. Два комментария. Первый комментарий, наверное, опять если резюмировать, то, наверное, можно сказать, что время работает на нас. Чем дальше, тем мы более начинаем радикально отличаться в лучшую сторону. Это первый тезис. А второй тезис, ну, мне вот все-таки показалось, что вы как бы косвенно согласились с подначкой в одном из моих предыдущих вопросов. Потому что вы сказали, что вот если Путин держит флаг, то все хорошо. Вот, ну, как бы, дай бог ему здоровья, вот, но нельзя же, так сказать, всю концепцию, там, не знаю, национальной идеи, русской мечты, так сказать, делать зависимым от силы рук одного человека. И все-таки, ну, опять же, в качестве, так сказать, предположения, что тут должно быть нечто, которое бы помогало ему этот флаг держать. И именно системно, а не, так сказать, на уровне личности. Конечно, роль личности важна. Вот. Время на нас не работает. Время наш враг. Вот тоже две разные точки зрения. Слаживание. Да, вот, две разных точки зрения. Вот, американцы тоже считают, что работает время на них, потому что они, как бы, включили плитку, ну, как бы, под нашим чайником, да, гривят его, и они знают, что он через какое-то время закипит. То есть он кончится с какой-то революцией, да, так они считают. Они вкладывают деньги, да, в конце концов раз, и как за полгода там до победы в Первой мировой войне мы взяли сами себе, устроили революцию и все взорвали. За полгода до победы. Вырвали поражение. Да, вырвали поражение, да. Вот, они считают, что они способны этот трюк повторить еще раз. Не знаю, получится у них или нет.